Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет у нас видео о покупках. Я сегодня вновь пушистенькая и это не синяк, это пластырь, если что вдруг. Первые мои покупки были в магазине Подружка. Удивительно, я не взяла так много вещей, потому что у меня вроде бы как все есть. Я только хочу патчи, но таких там нет и поэтому буду заказывать на Алиэкспресс и потом уже вам покажу, что получится. Я говорила, что мне нравится матовая помада именно в таком варианте. Я забыла, кто это. Короче, это матовая помада. Maybelline это. Я брала красный оттенок и теперь мне захотелось розовый, потому что я превращаюсь в Барби. У меня так много розового, просто не представляется. Это оттенок 942. Он вам плохо будет виден, как бы я ни показывала, но он очень-очень-очень красивого цвета, поэтому лучше смотреть его вживую на мне. Может кому-то повезет. Также я купила вот такие две масочки, точнее одну масочку на два применения за 95 рублей. Она обещает увлажнить лицо. Я думаю, это что-то похожее на глину. О ней я напишу обязательно отзыв на своем втором инстаграме, который глинивер. И также я купила вот такую масочку. Я на днях покупала в Улыбке Радуги с кокосом. Только я покупала за 68 рублей, а это за 89 рублей. Мне просто понравился эффект, но это немножко другой фирмы, поэтому о ней я тоже напишу отзыв обязательно. И это у меня была подружка. Следующее... Я даже не знаю, что... Я недавно делала заказ на Алиэкспресс, и мой заказ еще не пришел. Я буду надеяться, что он придет. Мне что-то кажется, что не особо. Мне очень-очень сильно хотела заколочки, которые самые популярные сейчас с жемчужинками. Бывают разных цветов, бывают стандартного жемчужного цвета, бывают еще с надписями какими-то. В общем, я заказала, и не дождавшись, я зашла в карамелу и купила их себе на пробу, чтобы знать, что мне вообще придет, и сравнить качество то, что там и здесь. Мне кажется, один и тот же Китай. Эти заколки, повторюсь, это из карамелы. Они стоят 100 рублей. Две заколочки я заказывала за 68 или 8... Нет, я за 70... Ну, короче, где-то за 100 рублей, ладно. Пусть так будет, потому что я не помню точную цену. Но они довольно-таки относительно качественные. Я боюсь даже их разжимать, потому что они никак не держатся. Они в чехле таком, скажем, находятся, сами заколочки. Вот это как чехол выглядит. Просто пластмассовые, склеенные. Но довольно-таки неплохо смотрятся. Правда, они не так хорошо держат мои волосы, потому что у меня волос очень много. Но мне кажется, смотрятся довольно-таки мило. И вот такая вот заколочка. По крайней мере, они мне не оторвались сразу, когда я носила их. Носила сегодня по магазину, проверяла, нормально ли они будут сидеть. Так, положим сюда. Следующее, что я купила там, это очередной пак скотчей, который стоил 169 рублей. Боже мой. Они очень хорошего качества, поэтому я решила брать в основном бумажные скотчи. Тут с зайками. С... Зайками. Просто с зайками. Какие-то мишки-зайки вот такие вот. Я не знаю, даже вам не видно. И вот такие мне очень понравились. У меня есть фламинго и с кисками. Они стоят 250 рублей. Я посмотрела, их выгоднее взять в карамели, нежели на Алиэкспресс. В этот раз у меня с девочками аниме. Тут сама канцелярия есть. Немножко такой космо-морской стиль. Что-то отдаленное, напоминающее... Как это называется? Sailor Moon. Ну, в общем, вот такие вот скотчики. Вот тут девочка. Очень миленькие. И они у меня быстро просто расходятся. И они мне всегда нужны. Поэтому хотите меня порадовать третьими скотчами. Что у нас дальше? Дальше я купила себе дешманскую обувь. Почему дешманскую, я не знаю. Но я знаю, почему дешманскую. Потому что мне не хочется на работу брать что-то дорогущее. Потому что жалко испортить. Я уже показывала вам. И они мне до сих пор служат, честно. Они стоили около 300 рублей. 350, как и эти. И они мне до сих пор служат. Но я хочу просто поменять немножко. Я купила такие же черные. Только они немножечко с блестками и с бантиками. 38 размер. Удобные, мягкие. Как с носочком, так и с следочками на голую ногу. Я их таскаю на работе и вокруг там по гостинице бегаю. Точнее, вокруг гостиницы снаружи. Так что нормальная обувка из Ашана. Дешманская. Что это такое? Текстиль. Норм. Почему бы и нет? Если вам что-то нужно на работу, то лучше в Ашане купите. Нежели что-то дорогое, которое не факт, что вам долго прослужит. Есть дешёвая вещь, которая хорошо служит. Я вам сегодня не буду показывать продукты, потому что у меня в основном они не очень интересные. И в основном я их купила не себе. Следующее, что я купила, это в Метро Кэшн Кэрри. Вот такая вот зубная паста. Детская. Почему бы и нет? Мне говорят, возьми, ты же любишь такое. Приморский край. Импортер. А так оно корейское. Со вкусом клубнички. Мне почему-то кажется, что детские продукты, вещи, они намного полезнее. Хотя это только догадки. Я не знаю, сколько она стоит, поэтому не надо меня спрашивать. Также вот такой вот шампунь у меня есть. Шаума. Вторая попытка пользоваться ей. Мне больше нравится то, которое вам показывала. Но почему бы и нет? Оно просто безумно вкусно пахнет. Это веган формула. Если ты веган, ты можешь употреблять этот шампунь на себе. Оно пахнет тоже какой-то земляничкой. Я не могу просто найти. Специальная для волос и кожи детей. Я дитё. У меня всё розовое. Просто всё. Я тоже не знаю, сколько она стоит. И я не знаю, сколько... Нежный фруктовый аромат. Мне кажется, это больше ягодный аромат. Так, что у нас тут? У нас тут ещё есть чаёк. Шинун. Шинан. Я не умею читать по-китайски. Китайский чёрный чай. Гун Тин Пуэр. Я просто хотела чай Пуэр. Я его взяла. Я, правда, чёрный чай не пью, но буду надеяться, что он вкусный. Следующее. Следующее. Я купила чемодан. Но он не влезет в кадр, поэтому я его не буду вам показывать. Он цвет пурпур. Примерно такой. Следующее. К чемодану нужно было что-то ещё приобрести, поэтому я решила купить купальник. С намёком на то, что я куда-то поеду. Угу, я куда-то поеду. Интересно. И не могу его вывернуть. Этот купальник стоит тысячу рублей. Сейчас в ауре куча-куча-куча-куча скидок. И я хотела себе раздельный, но я стесняюсь торса немножко, поэтому я взяла ещё один цельный. Так вот, он тысяча рублей, но так как у меня ещё был третий человек, я взяла два купальника себе, и этот вышел в подарок. Так он стоит полторы тысячи, со скидкой только тысячу. Довольно-таки миленький. У вас почему-то морковного цвета, на самом деле он ярко-малиновый. Так что если я с кем куда-то поеду, вы его увидите или на фотографиях. И ещё вообще непривычный для меня цвет, но он даже отдалённо напоминает раздельный купальник, потому что у него животик такой голенький. Очень милая. Я назвала этот купальник квакши обыкновенная. Эту фразу поймёт только Олеся и моя мама. Очень миленький. Но стоит он, конечно, полторы тысячи практически, но он офигенный. На мне смотрится довольно-таки привлекательно. Если не смотреть на мои бёдра и на моё жужо, то довольно-таки неплохо выглядит. Поэтому да, у меня теперь есть два хороших купальника. А раздельные я пыталась себе найти, но они все либо грудь слишком большая, либо трусики слишком маленькие. А я люблю ретро, высокие такие. Винтаж, ретро. Далее я купила себе рубашку. Боже мой, у меня с этой работы прям тянет на одни рубашки. У меня есть рубашка короткая, цветочек. Мне захотелось ещё простенькую, длинную, с офигенным качеством. Тоже розовая. Она самого большого размера, к сожалению, но меньше не было. 46-й размер. 46 плюс 6, тогда вы поймёте, что это за размер. Стоила она, я не помню, 500 рублей по скидке. Без скидки она стоит 1300. Это магазин Резерт. Вот. Далее у меня есть немножко с Литуале. Я в Литуале заходила, чтобы купить себе какой-нибудь мусс для волос, потому что в последнее время я хожу вот такими распущенными волосами. Но в итоге я не нашла мусс. Не повезло. И я купила себе на пробу ещё очередные масочки, о которых, конечно же, я напишу отзыв. Это дорогая Молли с гранатом. И дорогая Молли с кокосом. Подсела на кокос. Молли с кокосом очень-очень-очень полезен для кожи. И предпоследняя моя покупка. Очень интересный стиль. У меня в таком стиле есть велосипедки и длинные штанишки, лосины. Только светлые. А здесь платье. Я превращаюсь в девочку. Не только в Барби. Платье. Оно мне велико, но оно классное. У него есть большие карманы. Оно мне по колено. Мой рост метр семьдесят три. Если что, вдруг. Это из магазина Ancient Den. Да. Это размер Latch. И я сначала думала, что я буду в нём ходить дома. Но когда я его померила дома, я поняла, что я буду в нём ходить везде. Но кажется очень широким. Но это просто камера немножко увеличивает. Поэтому такие дела. Оно стоило полторы тысячи. Потом была скидка, что он стал от тысячи рублей. А теперь скидка, что он вообще четыреста рублей стоит. Я очень ждала его. И я безумно рада, что я его купила. Оно такое классное. Качество очень хорошее. Спасибо, Ancient Den, за то, что ты делаешь такие хорошие вещи. И материал, и раскраска. Мне безумно нравятся такая а-ля змейка. И последнее, что я купила. Это самая нужная вещь в моей жизни. Потому что у меня есть ветровки. Но все ветровки, они либо на мне не застёгиваются, потому что кто-то пополнил с годами. Обидно. Ну ладно. Либо просто слишком короткие. Поэтому я купила что-то, что прикрывает моё жжё. В Тиранове. Почему-то написано «жакет», хотя это ветровка. Цвет белый-розовый. Тут ещё красный есть. Она стоит тысячу рублей. Она просто лёгкая, офигенно, классная. Там ещё был вклад России. Но понятно, почему я его не купила. Поэтому я купила вот такую вот. Мне безумно нравится. Несмотря на то, что тут белого много. Я это всё извозюка обязательно. Это такой стиль девяностых. Какой-то винтаж. Мне очень понравилось. Мне кажется, что если её так хорошенечко сложить. И в капюшончик её как-нибудь замотать. И будет очень мало места занимать. Почти стихи. Буду её куда-нибудь в поездку носить. Вот как-то так. Также я купила соусы различные. Печеньки. Чаёчек, который я вам показала. Кофеёчки купила. И куча всякой ненужной фигни. Из продуктов. Самое важное, что я хотела, это грибочки. Опята. Самые мои любимые грибочки. В рассоле. Факт обо мне. Вот как-то так. Такие у меня покупочки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Желаю вам прекрасной недели. Берите обязательно зонтик. Одевайте сапожки. И улыбайтесь больше. Всем пока.